Сижу у Светы. Сижу, она пошла наперекур. Такой теперь маленький у неё. Маленький-маленький. Бутик её. Пошла на рынок. Надо купить картошки. Надо купить что-нибудь в мясном. Лена приехала. Здравствуйте, мои дорогие. Света вышла наперекур. Я решила немножко поснимать. Потому что думаю, а вдруг будет ругаться. Скажет, не надо меня показывать. Но её нету здесь. Просто захотелось посмотреть и показать вам, какие у неё красивые майки. Какое интересное платьишко. Смотрите, с зайчиком. Какая красота. Какая красота. Но платьишко дорогое. 65 рублей. А куда вот? Мне никуда. Это только для девочек. Правда? Так что Света сейчас придёт. Я пойду. Пойду на рынок. Огурцы, помидоры. Надо что-то на обед делать. А, и Лена просила укроп купить. Хозяйством начала заниматься. Ну что, я дома. Обходила весь рынок. Постояла в очередях. И, ну, кое-что купила, девочки. Ну, как, наверное, неделю не было на рынке, пока это шли дожди, всё подорожало. И всё подешевело. Но всё равно в этом году у нас очень дорогие овощи. Всегда нас батька говорил, что овощи наши белорусские должны быть дешёвые. Но цены. Июль заканчивается. Месяц уже. На рынке. Брестская клубника. Брестская картошка. Огурцы у нас тоже. Вот огурцы я не знаю, в Ругадаковском это наши, под Витебском где-то. А какие я сегодня купила, я даже не знаю. Вот огурцы подешевели. Огурцы 87 копеек килограмм. Помидоры немножко стали дешевле. 2,45. На той неделе были 3,50. Вот. Картошка была 2,80. Сейчас я её по 2 рубля купила. Но я считаю, что это очень дорого. Очень. Вот. Зашла я в этот самый магазин, в мясной. И как-то, наверное, я камеру поставила. Очень поставила низко. Давайте мы её немножечко поднимем. А то как-то я смотрю на себя. Смотрю на себя вниз. Вот. И эта самая зашла в магазин, а у них новые, эти самые ярлычки новые. И я смотрю, 11 и ещё там какие-то цифры. Смотрю, что это такое. По 11 рублей. Это за неделю так всё подорожало. Потом смотрю на другом. Тоже 11. Потом до меня дошло, что это какие-то номера теперь на ярлаках. На этих. А ценники там совсем другие. Но всё равно курочка тоже стала дорогая. Уже филешка, которую я люблю, она уже почти 8 рублей. А была 6 с копейками. Но я сегодня купила крылья. Потому что у меня сегодня Лена. Будем вместе обедать. А она в курице не ест филе. Вот видите, как люди по-разному. Это самое. К курице тоже относится. Кто-то вот любит вот это вот белое такое суховатое мясо. А кто-то любит косточки гладать. Вот. Поэтому я сегодня взяла крылышки. Сейчас я их обжарю. Вот. Вот эта вот подложка на 715 грамм завешала 3 рубля 15 копеек у меня. Сколько тут их штучек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штучек. Ну, на два раза. Да? Ну, потому что по два крылышка это как-то маловато. Ну, по три, наверное. Ну, как получится. Взяла картошку в килограмм. Думаю, ну что, я много. Во-первых, тяжело. А во-вторых, каждый день должно дешеветь. Чего я буду накупливать много. Нам на обед... Тут на два обеда нам хватит, на двоих. Лена вообще у меня ест как цыпленок. Я не знаю, что это с ней делать. Пришла, еще больше похудела. Я говорю, ты с... А мне было жарко тут, когда была жара. Я вообще не ела. Я только пила кофе, там чай, там какую-нибудь булочку и все, и мороженое. Я говорю, ну, правильно. Правильно, давай ты вот так вот не будешь есть. И потом, я говорю, в анорексичку превратишься. Они вообще худющие. Вот кто худой такой, им все еще... Кажется, им хочется еще быть еще больше худым. Вот. И когда приходят ко мне, мы садимся обедать. Ой, ты мне столько не ложи, мне это некуда. Мне некуда, я уже объелась. Все, я уже объелась. Ты посмотри, какая я толстая стала. Вот. Так. Купила сегодня свой любимый хлеб. Девчонки, давно не покупала хлеб. Все баранки, 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 баранки. Наверное, две недели подряд я только баранки ела. Мне было удобно. Никто ко мне не приходил. А для меня было хорошо. Вот чашечку кофе и бараночек утром. И вечером чашечку кофе и бараночек. Вот. А тут что-то мне так захотелось. Хлеба. И аммиакенький, девчонки, аммиакенький. А тепленький был, когда я его забирала. И, ну, хлеб же надо чем-то намазать. Но у меня есть банка с вареньем. Кстати, позавчера я пекла пирог, девчонки. Но я вам его не показала. Вот что-то мне захотело. Баранки у меня закончились. И мне захотелось пирога. И как я его пекла. Яйцо, сахар, мука, немножко сметаны. Много-много корицы. Не то, что прослойчка. А прямо вот так вот, наверное, столовую ложку туда насыпала. А может, даже и больше. Тесто стало такое коричневое. Обычно я сыплю какао. Но тут мне вот хотелось корицы. Я набухала туда корицы. Потом мука. Естественно, я все перемешала. Положила слой такой. Он такой плотненький получился. Наверх сливовое варенье. Наверх опять тесто. Ну и, конечно, не разрыхлитель. Почему-то у меня с разрыхлителем получается блин. Соду ложу. Соду, сметанку. И все это хорошо подошло. Ну и я его ела. И вчера Лена пришла. Мы его с кофейком докончили. Я забыла вам совершенно показать. Пирог получился красивый. И на вкус он был как коврижка. Вы знаете, как такие коврижки раньше были? Вот сейчас я как-то не вижу нигде в магазинах ее. Вот такой вкусный пирог. Вот когда вот не готовишься, по рецепту там не все, как это надо, делаешь. А вот то, что есть, то смешал, смешал. Запек и получается вкусно. Так, ну хлеб же надо чем-то намазать. Потому что суп я не варю уже. Вот у меня прошел момент, когда я хотела супа. Я купила Ласковое лето. Маленькой коробочки не было. Купила большую. И она уже тоже дорогая. Было 2,60, по-моему, с чем-то там как-то. Или 2,30 даже. Теперь она 3 рубля и 5 копеек. Вот как подорожала. Ну и последнее, что я купила, это Рынок торгует. Я не пошла сегодня в Рудаковский. Там стояла очередь, когда я шла на рынок. Стояла очередь. Потому что он открывается в 10 часов. И люди уже стоят, ждут, что там должно быть все дешевле. Но сегодня там не дешевле. И я от рынка взяла вот таких вот 2 помидорки. Я их не набираю, потому что с каждым днем все это немножко должно дешеветь. Зачем набирать? Пока лето. Можно прогуляться. Это не то, что зимой скользота и думаешь, выходить сегодня или не выходить. И взяла килограмм огурцов, девчонки. По 87 копеек. Огурцы красивые, вот такие вот попурышками. А в Рудаковском они просто гладкие, длинные, как это называется, парниковые. А эти, я думаю, что они будут уже такие, на улице выращенные. И запаха я, конечно, не чувствую. Помидоры тоже ничем не пахнут. Но огурцов я взяла целый килограмм. Я люблю огурцы. Но помидоры будем покупать тогда, когда они подешевеют. Ну что ты там? Полила я укроп свой. Хорошенько поливай его. Говорят, надо, чтобы он, потому что он сухой. Его надо, и каждый день надо поливать будет. Я к тебе пока езжу каждый день, пока 32 не стану. Вот, хорошенько полей. Не так, как ты одной лейкой полила на всю гряду. Вот, а надо, чтобы земля промокла. Я тебе мешать не пахнула. А я уже, я уже закончила. Я уже закончила. Я думаю, что вы даже были рады, если бы это самое, кто-то мне мешал. Ну вот они, мои дорогие, все вот так вот, вот руководчик увидели и все. И это она так тихонечко оттуда говорит, я не хочу тебе мешать. Но дело в том, что никто не хочет, чтобы их снимали. Вот так вот, вот так вот я пробежалась. И жарко, 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 жарко. Вроде бы ветерок, но, ну если бы просто так шла, было бы ничего. А как еще сумку эту тянула, то, конечно, жарко.